Проблемы в области ЖКХ не остаются. Если мы целенаправленно в этом году направляли средства на улучшение работоспособности, надежности объектов котелин, объектов теплоснабжения, то мы практически очень мало направили средств на системы водоснабжения, водоотведения. Поэтому этот вопрос остается открытым и мы будем эти проблемы решать в следующем году. К сожалению, не удалось решить проблематику, связанную с деревней Каменка. Вы знаете, что там Министерство обороны оставило нам такое нехорошее наследство и проблематика до сих пор существует. Это люди, которые постоянно сейчас мытарятся по судам, ищут правду. Это последствия многоквартирных домов, это бегущие кровли. Поэтому в 2021 году вот эту проблему снять не удалось. Еще проблематику, которая не снята, нам не удалось ликвидировать несанкционированные свалки. Понятно, что эти свалки, они не образовались сегодня и даже не вчера, они годами там копились. И для их ликвидации нужны серьезные финансовые средства, вложения. К сожалению, пока нас в Министерстве экологии не слышат. Не слышат, но этой проблематикой тоже будем заниматься в 2022 году. Министерство экологии – это автор нашей мусорной реформы. Региональный оператор рожден именно там. Договор с рекоператором там. Торги там. Мы полагали, что функционал регионального оператора будет значительно шире, нежели вывоз с мусорных площадок и все. Нам сегодня говорят, что у рекоператора узкие круг обязанностей, а все остальное это муниципалитеты должны делать. Ну, с такой позиции не согласен. И меня поддерживают и другие главы. Если не поддерживают, то имеют такую же точку зрения. По сути, мы брошены министерством. И нам говорят, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.